здравствуйте дорогие друзья сегодня хотел бы обсудить ситуацию в курской области в разрезе инвестиционной то есть стоит ли беспокоиться за конкретные активы в своем портфеле или это не стоит беспокойство каждый безусловно вывод сделает для себя и примет безусловно верное решение и так собрал несколько компаний которые имеют активы в курской области расположенные с очагом скажем так первая компания это газпром я думаю всем известно что газпром имеет перекачивающую станцию в суд же собственно с нее и пошли все события насколько это серьезно для газпрома давайте кратенько поразмышляем понятно что еще никаких конкретных последствий там отношений нет через эту станцию проходит относительно небольшой поток газа но он для газпрома высокомаржинальный потому что это поставки газа в европу там 4-5 процентов от выручки что в принципе существенно сказать что это не существенно особенно ситуация с газпромом в настоящее время будет неверным все-таки объем приличный и учитывая то что там маржа значительно выше чем но в каких-то других регионах этот пункт он достаточно важен и важен в том числе для европейских партнеров которые тоже газа не хотят лишиться пока никак никаких данных относительно суд же нет что там происходит будет ли этот пункт разрушен или будет с ним все в порядке я думаю что и вторая конфликтующая сторона она тоже себе проблемы лишние не будет создавать поскольку она создать прежде всего проблемы европе вот это такая ситуация поэтому произойдет ли какой-то негативный исход или он не произойдет пока неизвестно но как я посмотрел по данным и по информации есть еще альтернативные пути вот например в газпроме отметили что украинская сторона отклонила заявку на перекачку через гис сохрановка в россовской области то есть есть возможности газотранспортного скажем так распределения и я думаю что суд же не станет каким-то ключевым объектом уничтожив который там или перекрыв задвижку на котором произойдут крайне негативные события поскольку я уже говорил это не хотелось бы и газпрому естественно это и не нужно европе было вполне вероятно что исход будет нормальным но такие риски в общем-то частично есть вот собственно на карте это суд же находится будем ориентироваться вот он курск чтобы мы понимали где что располагается значит по газпрому я думаю понятно больше там объектов прямо-таки значимых нет по если говорить по топливной инфраструктуре по энергетической есть еще объекты роснефти в курской области но они не являются ключевыми не являются значимыми и я думаю что там проблем тоже никаких не возникнет в том числе с роснефтью следующая компания которая имеет направление в курске видите сахарное бизнес направления курск привет сахар курская область мантуровский район село 7 давайте посмотрим где находится 7 вот у нас уже собственно вот 7 по карте вроде бы недалеко но в единиц измерения десятки километров поэтому далековато я не думаю что ситуация будет развиваться как-то динамично или продвижение будет значительный поэтому можем судить о том что 7 от суджи скажем такого очага он располагается довольно таки далеко отдали у росагра видимо здесь ну какая-то административное направление там и все прочее по сахарному направлению в основу курская область работает для русагра есть два комбината сахара то есть вот он кшенский сахарный комбинат это один то есть он совсем далеко и находится за курском и второй кревец сахар то есть он поближе в районе того же самого сейма да если мы приблизим тут не мелкие населенные пункты не особо отображаются но мы понимаем что и кревец сахар расположен на достаточно большой дистанции вот тут в 20 километров уже но тут километров наверно 140 150 километров то есть это опять же ну не то направление которое наверное выберут в случае чего там какие-то конфликтующие стороны сахарный комбинат никому не интересен в общем-то и находится он на достаточно далеком расстоянии поэтому говорить о рисках для русагра скорее ну серьезных проблем там не должно возникнуть по крайней мере прям рядышком ничего нет поэтому с русагра я думаю будет все в порядке значит в курской области это сахарное направление в белгородской области там пассивные площади у русагра располагаются не хотелось бы в любом случае и значит как негативных последствий в курской области так и в белгородской я думаю будь приняты меры предприняты которые предотвратят события негативные для эмитентов далее поговорим о компании значит называется она металлоинвест наверняка знакомые насколько помню облигации в юанях есть у кого-то приобретено компания довольно таки сильная почему я хотел бы они упомянуть потому что у нее есть два горно-обогатительных комбината и оба этих горно-обогатительных комбинат находится ну недалеко скажем так почему это важно давайте сначала посмотрим вот он железногорск вот у нас уже то есть ну прям далековато да тут нечего говорить далеко и 2 вот он губкин тоже достаточно далеко то есть это такие далекие скажем так направления пока никаких рисков соответственно здесь нет в настоящее время но почему я его упоминаю потому что у него всего два горно-обогатительных комбината понимаете в чем дело то есть если мы говорим о русагра и если даже какой-то негативный там момент возникнет ну потеряет он два процента выручки да что маловероятно если с металлоинвестом что-то произойдет с горно-обогатительным комбинатом то каждый гок дает по 50 процентов примерно от руды там окатыши они производят все прочее вот уже лезь народный концентрат не флюсованные окатыши значит афлюсованный окатыши гбж то есть по 50 процентов если не дай бог что-то случится с одним из гоков ну это для компании конкретно будет большой сложностью значит ну благо располагаются они как я показал достаточно далеко и тоже я думаю что мало кому они будут интересны вот этот момент тоже стоит учитывать и значит про черкизова там есть у него если не ошибусь птицефабрика она располагается не близко и она не имеет там какого-то значения там десятые может доли процента составляют от выручки поскольку птицефабрик у нее много и это не будет тоже значительным потом что еще хотел привести компанию совком банк но это косвенные скажем которые не являются технические техническими там в плане физического присутствия где-то в этих областях от совком банк спишет долги по кредитам пострадавшим от боевых действий в курской области то есть вот такой вот шаг о котором я уже говорил совком банка то есть это тоже определенный минус для компании ну и косвенных затрат по многим компаниям их конечно может быть больше но они тоже значимым образом не будут влиять на ситуацию у самого имитента на его платежеспособность там инвестиционную привлекательность и так далее к тому же здесь видите как звучит вроде спишет долги по кредитам пострадавшим боевых действий пострадать можно материально можно физически пострадать можно психологически пострадать каждый себя тут может представить скажем в этом негативном моменте но если говорить точным то соком банк принял решение списать задолженности по кредитам своих клиентов погибшим или получившим тяжелые ранения в результате боевых действий в курской области то есть пострадавших их не так много если взять коэффициент и проанализировать сколько пострадавших имели там кредиты совком банке потом это нужно еще доказать что вы курской области были там что пострадали и так далее вот это такой момент то есть здесь для совком банка никакой практически финансовой нагрузки не произойдет но и у других компаний естественно никому это не нужно вот эта ситуация которая разворачивается ну и пообщем то потерь там значительных я бы не ожидал что по итогу имеем по итогу имеем что пожалуй не за одну компанию которая торгуется на фондовом рынке где-то имеет активы в курской области переживаний особых нет и вероятнее всего эта ситуация скоро закончится значит нам как инвесторам стоит держать руку на пульсе безусловно но я пока здесь не вижу значительных каких-то рисков угроз и так далее надеюсь также будут сделаны выводы и таких моментов скажем повторяться не будет напишите свое мнение в комментариях может быть какие-то эмитенты еще стоит упомянуть в данном контексте повторюсь что вопрос сугубо экономический инвестиционный без политики без каких-то там боевых действий без какие-то фейков там и всего прочего это абсолютно не входит в интересы канала и наших с вами обсуждений на этом все всем спасибо за внимание удачи в инвестициях и здоровья вам и вашим близким и и и и и и Продолжение следует...